Итак, всем привет, с вами Сават Машик, и у меня для вас сегодня новости на 19 число 8 месяца 2018 года. Я обычно новости, естественно, на субботу не делаю, потому что новостей особо не бывает, но на самом деле поступило некоторое количество информации, которая у нас связана с дефстримом, поэтому это сродо такой пост-дефстрим новостный выпуск, поэтому давайте, собственно, приступать к делу. Во-первых, давайте поподробнее поговорим об элитной тревоге, которую нам показали, кто забыл, это был прошлый дефстрим, это вроде как новые тревоги, к которых мы приходим, и они более сложные, там более классные награды, и суть в том, что там только один респ. Вернее, даже, ну да, одна жизнь у вас получается, и всё, респаться там нельзя. Мы узнаем немножко поподробнее касательно того, что там происходит, в частности, касательно косметических наград, то, что я вам рассказывал, можно будет получить как эмблему, то есть вот это вот на плечо, либо на грудь, или на спину, не знаю, скорее всего, имеет речь именно эти язночки. И декорации орбитера тоже можно получить, это разные награды, поэтому можно сказать, что подтверждено было как минимум две косметические награды, это эмблема для вашего фрейма и декорация для вашего орбитера. Касательно декорации, Пабло нам писал, что мы можем сделать декорации, то есть это вроде как не дроп, может быть будет какой-то ресурс, из которых мы будем делать эти декорации. При этом, чем больше этих тревог элитных мы пройдём, тем больше этих декораций мы сможем сделать, хоть всю комнату или весь орбитера обвешать. Поэтому у нас есть такие понятия, касательно декораций, а эмблема, она будет сиять ярче за каждую пройденную элитную тревогу, при этом пока непонятно, что это будет за эмблема, и до какой степени будет повышаться яркость. То есть будет какой-то определённый предел, либо же будут у всех минус глаза, кто с вами будет бегать, в том числе у вас будут минус глаза, и будет ли эта яркость постоянной, либо же пропадать, как, например, Сандана Конклава, там, у них прогресс, и он сбрасывается через неделю. Так что тут есть некоторые вопросы, но суть в том, что два косметические такие предмета мы получим оттуда. При этом, как же у нас новые элитные тревоги будут появляться каждый час, поэтому королить по средней ночи не придётся эти тревоги, они будут появляться каждый час, и, в принципе, не надо будет, как обычные тревоги, вот это что-то делать с непонятными предложениями на телефон и так далее. Ну и касательно наград за элитные тревоги, они всё ещё находятся в разработке, то, что показали на Довстриме, это, естественно, был тест, это не дай боже, будут награды, что точно мы знаем про эти элитные тревоги, то, что там будет уровень 80-100, респаунов там не будет, уникальные косметические вещи мы уже обсудили, какие там будут. Остальные награды и продолжительность этих тревог, опять-таки, до сих пор неизвестна. При этом мы знаем также, что при проигрыше в элитной тревоге сама тревога не пропадёт, то есть она не такая, не одноразовая, поэтому можно будет её повторять, пока она не пропадёт по времени. Ну и в целом, насколько я помню, с официальным обзором Довстрима, нам там обещали большое количество кредитов с этих тревог, но, честно сказать, людям, которые туда будут ходить, вряд ли будут нужны кредиты, так что будем надеяться на что-то посолиднее. Может быть, эндов в больших количествах, либо не таин гарантированно, либо что-нибудь ещё классное, поэтому поживём, увидим. И да, уже ведут. Касательно логина 3.0, всё ещё разработчики обсуждают, что там как там надо. Скорее всего, сказали разработчики, что на шаге, которые 50, первые 50 дней, первые 100 дней, выбирать награду будет нельзя. Скорее всего, это проявляется в защите от твинков, чтобы люди не создавали новые аккаунты, наклацали 50 дней, выбрали условно там какой-то Зинистар. И так же Стиву писали, мол, опять-таки, по этой же теме нельзя будет. Вернее, теперь, что можно будет передавать эти награды слогин, это не очень удачная идея, потому что будет много твинков, оружие не будет так сильно цениться, и попадёт в категорию других элементов, пуши, которые тоже передаются, если не хуже. При этом, ну, есть определенные проблемы, Стив эту информацию и принял, поэтому будем смотреть, как разработчики попробуют выкрутиться из всего этого дела. Ну и так, немножко уфтопа, там Пабло, когда рассказывал про элитные тревоги, сказал, что, ну, был вопрос, что там делают с ультой Нембр, потому что сейчас ульта Нембр не очень, якобы, ну, всякое такое. На самом деле, чуть согласен, но не суть. В общем, Пабло сказал, что сам он от Эмбр не работает, но уверен в том, что ульту могут однажды пересмотреть, поэтому однажды можете ожидать, что ульту Эмбр могут, в принципе, немножечко бафнуть. Ну, это так, немножечко от офтопа, так сказать. По поводу ближки 3.0, опять-таки, люди побаиваются, что система была слишком упрощена, что, мол, комбо у всех оружие одинаковое, теперь эти все комбо старые, они выпиливаются из игры, и вроде как игра не получит такую большую глубизну своего ближнего боя, но Стив утверждает, что у него были те же опасения, однако то, что не получается, получается очень даже неплохо, и, в частности, скоро надеются, что нам покажут тот самый режим ярости, или зверзаряда ближнего боя, как называйте, как угодно, вот тот самый, который нам показали, по-моему, на Дестриме 113-м. В общем, посмотрим, у раздрабов будет 3 недели до следующего Дестрима, надеемся, что что-то они по этому поводу нам, наконец, расскажут. Касательно новой стримина, там, раздрабы надеются, что выйдет на следующий неделе, опять-таки, напоминалочка, если же поставить на конкретный день, то я бы поставил на среду, либо на четверг где-то вечер, поэтому не ожидайте, я думаю, раньше всего этого дела, хотя вдруг нас раздрабы удивят. Консоли сказали раздрабы, что скоро, поэтому вам, ребята, придется немного подождать, что у вас билдами пока еще неизвестно. Касательно игороды, раздрабы, ну, они как-то сомневаются, но все-таки пришло, надеяться выпустить ее с Фортуной, думаю, что они больше для Твиттера сомневаются. В официальном же обзоре своего Дестрима они написали, что они планируют выпустить игороду с Фортуной, хотя несколько сомнительно, потому что игороду до сих пор не показывали, ни внешний вид, то есть 3D-модельку внутри игры, ни ее способности, а Фортуна вроде как-то уже и не сильно-то далеко от завершения от релиза, поэтому тут немножко странно, но будем надеяться, что Фортуна выйдет с Фрэмом, если Фортуна выйдет без Фрэма, то это будет очень печально, потому что для равнин сделали Гару и квест отдельный, но посмотрим, что там, как там будет. И также мы получили кусочки информации, какие-то новые, с официальным обзором Дестрима. В частности, то, что Лагнитер и Тучкина мы обсуждали, раздрабы написали, что можно будет выбирать вещи, которые бы вы сами хотели для себя в качестве награды, то есть, когда вы достигаете принаду дня, условно, день 300-ый, то вы выбираете награду, какую хотите, там рандома, по идее, не будет, как обычный ящик, вот держи тебе какой-то, я не знаю, нерод. И довольно хорошо. Также раздрабы нам подтвердили, что можно будет выбирать повторно больше одного раза вещи для обмена в торговле, и это относится 100% к модам и к оружиям. По поводу косметики неизвестно, скорее всего, вряд ли можно будет выбирать косметику и передавать, но моды и оружия можно будет передавать 100%. Касательно, Литр и Тревог, да, мы уже там сказали, что больше кредитов и эмблемы, которые будут сеять ярче за каждую бурденную тревогу, так что посмотрим, что они там сделают раздрабы. Написали, что ожидается статья в мастерской раздрабы, поэтому, я думаю, нам это все дело больше подробно распишут, будем ждать, когда у нас эта статья появится. Касательно на статистике, в публичном доступе появилась та самая таблица, которую раздрабы показывают по шиндерстриме, со статистикой, что там по фреймам и так далее, при этом, если вы будете использовать эту таблицу, сразу видите пояснение, о котором тоже раз такую, там написано следующее, используя эти данные, вы соглашаетесь предоставлять соответствующий контекст для этих данных. Вы также должны объяснять и сами осознавать, что эти данные взяты за промежуток в 7 дней на ПК в игре Warframe. Также вы должны объяснить, что статистика учитывает использование варфреймов при их максимальном ранге, плюс среди игроков разного ранга мастерства. Также нельзя редактировать поля таблицы, за исключением совмещения прайм и непрайм вариаций одного и того же фрейма. Поэтому я вас предупредил, если будете делиться данными, тоже вы должны все эти дела делать. Касательно, в целом, когда увидите таблицу, это куча цифр, но на самом деле, чем выше цифры, тем популярнее фреймы. По факту эти цифры, это просто проценты, поэтому не пугайтесь, там все нормально, проценты просто там до сотых можно видеть. И довольно интересная статистика, там каждая колонка подразумевает отдельно рахм и сестра, последняя колонка это значение в среднем, то есть все игроки. При этом можно будет там альтвитровать по росту, по обыванию, то есть, ну, в принципе, стандартная Google табличка. Касательно топ-10 использованных фреймов в среднем, на этой неделе это Excalibur, Rina Prime, Excalibur Umbra, Volt, Sarina Prime, Rina, Volt Prime, Loki Prime, Misa и Nidus. То есть, в принципе, все наши полезные ребята, может быть, вам это пригодится. Если хотите немножко полазить в эти таблички, посмотреть, что там да как, то ссылочка в описании, не переживайте. Главное, что если вы будете пользоваться данными, то помните вот эту вот табличку, которую я вам читал про пояснение. И немножечко информации по поводу фреймфайтера. Там он все еще немножко подключивает матчмейки, поэтому будем надеяться, что починят. Но есть такая интересная фича, я даже не знаю, баг это или нет, но суть в том, что когда вы выбираете рандомного бойца, вот это, на вопросик нажимаете, то у вас будет попадаться даже фрейм, которого вы фрагмент не собрали. Но черт-то узнает, почему-то играть за него можно, а не выбивается. Не знаю, баг это или нет, но если вы не хотите плаката, то на данный момент можно через рандомного бойца найти вашу фрейм и играть им спокойненько. Но если вы хотите плакатик, то да, придется по всем планетам пробраться, все это дело поискать и так далее. И в частности, теперь там показывается при выборе персонажей, какие данные на какой планете, и в целом можно неплохо отслеживать прогресс, поэтому довольно неплохо. И правда, мне пару раз рассказывали, что когда скринишь фреймфайтер, вроде как неправильно фрейму показывает, поэтому тут будьте внимательны. Но в целом фреймфайтер более-менее приобретает форму, поэтому, что-то узнать. Порой там довольно интересно засиживаться, хотя чуть-чуть уже буду наедает, но в принципе режим довольно забавный, надеюсь, вам он тоже нравится. Но за сим у меня все, больше новостей нет, поэтому желаю вам приятных и кокорбинных, но за сим уже точно все, поэтому всем всего, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok